Полномочный представитель президента в ходе селекторного совещания с губернаторами сообщил, что границу уже пересекли 250 тысяч граждан Украины. 18 тысяч из них находятся сегодня на территории округа. Кроме того, на совещании обсуждали вопрос межнациональных отношений в регионах. Владимир Устинов отметил, что в Волгоградской, Ростовской областях и в Ставропольском крае есть целый ряд территорий, где сегодня компактно проживают выходцы из Кавказских республик. Есть данные о распространении радикальных исламских настроений. Все это сказывается на напряженности отношений с местным населением. В Краснодарском крае проживают представители 124 национальностей. В последние годы и приток мигрантов, особенно трудовых, вырос в разы. Одно из действенных мер борьбы с нелегальной миграцией и предотвращение национальных конфликтов в крае, по мнению Александра Ткачева, стало создание совместных патрулей казаков и полиции. Большой опыт власти региона получили и в ходе подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи. Олимпиада дала нам огромный опыт. Мы на самом деле вместе с федеральными службами, краевыми, зачистили Сочи и ноль преступности. И мы для себя выяснили одну, в общем-то, полезную вещь. Просто нужно достаточно часто профилактировать. Нужно, как мы сегодня делаем, уже на другой территории края, создали межведомственные группы. Вот сегодня, в Краснодаре работает 500 человек. Группы по 10-15 человек. Они зачищают улицы. Буквально за 8 дней 150 человек было депортировано. До этого Топсе, Геленджик, Анапа перед курортным сезоном были зачищены. Как отметил Ткачев, любой конфликт на межнациональной почве в крае – это предмет пристального внимания властей. Кроме того, глава региона регулярно проводит встречи с лидерами общественных организаций, представителями национальных общин, где обсуждают проблемы и пути их решения.